Нам-нам-нам-нам, так, эту землю мы вспахиваем, вот так, ой, так, вспахиваем, так, и садим новую морковочку, отлично, так, еще вот здесь, вот так вот, всем привет, друзья, с вами снова я, Твикли, и я продолжаю снимать свою жизнь в этой крутой деревне Майнкрафта, и, дорогие друзья, сегодня я нашел для вас кое-что очень интересное. Если вам понравится ролик, ставьте лайк, а также, ребят, давайте на этом видео наберем 300 лайков, ребят, также не забывайте подписываться на мой канал, ну и, конечно же, ребят, нажимать на колокольчик, так вы будете узнавать о моем видео самыми первыми. Что же, дорогие друзья, что же я вам хотел сегодня такое крутое показать, ребят, я нашел самый настоящий секретный люк в деревне жителей Майнкрафта. Вот там, ребят, что-то жители сходят с ума, видели, как этот житель белый прыгал, этот библиотекарь, если что. Так вот, дорогие друзья, я нашел действительно нечто невероятное, я нашел секретный люк, ребята, и это просто была какая-то лютая жесть. В общем, дело было такое, я гулял спокойно себе по лесу, рассматриваем тут территорию для постройки моей новой секретной базы для костюмов супергероев, конечно же. Вот, ребят, такой рассматриваю, рассматриваю и нахожу самый настоящий люк, да, ребят, сейчас я вам его покажу. Так, где-то он здесь вот был. Так, где же этот люк, ребят? Вон этот люк, ребят, и просто посмотрите, я нахожу самый секретный люк в Майнкрафте. Открываю его. И что тут? Тут просто, ребята, дырка, я не знаю, зачем это сделали. Просто, ребят, яма. И стоит вот этот ржавый люк. Я что-то сейчас провалюсь, что это было нафиг. Так вот, ребят, стоите этот ржавый люк, и я как бы подумал, почему бы нам его не обустроить, да, ребят? Почему бы не обустроить этот люк? И давайте действительно это попробуем сделать. Что ж, ребят, для обустройства этого люка нам понадобятся, конечно же, различные блоки. Так, сейчас подлечу к нему ближе. Вот, ребят, для начала давайте откроем этот люк и сделаем к нему лестницу, чтобы мы могли хоть как-то наверх забираться, потому что подлетать мне постоянно неудобно. Так вот здесь у нас будет такая лестница. И подъем наверх. Итак, давайте еще немного сделаем углубление, чтобы у нас была настоящая секретная база под землей, ребят. И вот тут, где уже начинается камень, мы сделаем немного вот такого вот протления. Так, прокапываем туннельчик. Думаю, он будет у нас примерно вот такого вот расстояния. И давайте сделаем комнату немного пошире, потому что в длину мы ее уже выкопали. Вот, это будет самый настоящий крутой дом для выживания в первой ночи Майнкрафта. Во-первых, какие его преимущества? Во-первых, то, что он находится под землей. Во-вторых, то, что этот дом никто не сможет загриферить. То есть никакие гриферы, там, не знаю, ну бы какие-то вас не смогут сломать. Этот дом действительно вам принесет удачу. И вы будете в нем так хорошо жить. Так, собственно, тут два блока. Отступаем мы здесь три, поэтому здесь также нужно отступить три. Так вот, раз, так точно три. Да, три блока отступаем. Так, раз, два и отступаем третий. Копаем здесь дальше, вот. Так вот, в чем же еще и было одно преимущество? Это, конечно, что вас не смогут затронуть мобу, то, что находится под землей. Также про различие гриферов я вам уже сказал. Вот, а также, ребят, этот дом совершенно секретный. То есть мы можем этот же самый бункер замаскировать. Вот, не знаю, как-то вот так вот. Ой, сейчас нужно вылететь. Сейчас вам кое-что покажу. Вот, к примеру, вот взять землю ту же самую. Сейчас этот люк уберу. Вот так взять землю и, как-то не знаю, вот так вот его обустроить. И вот как-то так вот закрыть его. Не знаю, так сейчас так закроем. Вот так как-то его закрыть. Вот, не знаю, блин. И, короче, вот так вот его закрыть. И то есть он уже будет абсолютно, ребят, не видим. То есть потом, возможно, я это сделаю, покажу вам в конце видео. Вот, ну сейчас мы давайте внутри все обустроим. Так, в принципе, мы его тут уже прокопали, ребята. И давайте начнем уже сделать, делать наш, конечно же, пол. Пол я думаю, что мы будем делать из, давайте сделаем из еловых досок. Я давно хотел такой сделать пол. Также тут будут присутствовать элементы. Элементы элемента булыжника. А так, где у нас булыжник? Вот булыжник. И он будет комбинировать у нас, ребята, с различными другими темными блоками. К примеру, с каменными кирпичами. Так, с потресканными каменными кирпичами. Ну и давайте возьмем замшел булыжник. Не знаю, не знаю. Он не слишком красиво смотрится. Поэтому давайте пока без него обойдемся. Так, что же хочу сделать первое? Во-первых, я хочу сделать такую, типа, обводку нашей комнаты. Тут будет такая, типа, комната одна. Но это будет, ребята, реально крутой и полноценный дом. Вот из таких вот еловых досок. Также, ребят, я бы хотел так по краям сделать вот здесь каменные кирпичи. Здесь пространство заполнить непосредственно булыжником. Вот так вот мы все заполняем. Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, сама усущая на каменные кирпичи. Вот так заполняем. Вот, хыть-хыть-хыть. Так, отлично. Далее, что я бы хотел сделать? Вот здесь также сделать так вот из каменных кирпичей. Вот такие вот штучки. Так, здесь сделать из вот таких вот кирпичей. Так. Ну и давайте вот в центр поставим вот еще вот так. В принципе, получилось достаточно нормально, я думаю. Так, давайте еще по краям вот так вот сделаем. Вот. Вот, да, ребят, давайте так сделаем. Действительно будет реально красиво смотреться. Так, чтобы не слишком сильно вот так вот это все как бы нам глаза расстраивало. Так, теперь мы возьмем что, 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 что мы возьмем? Я бы хотел сделать стены. Да, давайте, ребят, действительно сделаем стены. Я думаю, уже к ним стоит приступать. И я очень-очень хочу сделать дуб. Взять дуб. Думаю, многие любят дуб. И вот так вот, ребята, сделать по краям. Что ж такое? Вот так вот по краям сделать. Вот такие вот штучки. Да, типа у нас здесь стоят такие колонны. Ну, то есть отделанным здесь деревом вот так. Самым настоящим, ребят, натуральным деревом. То есть не перейдем в доски. И, ребят, это всегда вот во всех домах в Майнкрафте было очень красиво. То есть так вот, чтобы стояло. Также, 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 что я хочу сделать. Это вот здесь такие вот штучки тоже из дерева. Вот так, хыть. Отлично, ребят, думаю, красивенько получается. Так. Здесь также по два блока. Давайте, ребят, здесь лучше не будем это убирать. Так. И давайте, ребят, возьмем, наверное, я, наверное, дубовые доски. И сделаем вот так вот стены. Красиво будет смотреться? Не знаю, как-то слишком резко они переливаются. Давайте сделаем не из дубовых досок, а из... Не знаю, не знаю. Ну-ка, если коричневые кирпичи, как будут смотреться? Коричневые кирпичи. Ну, тоже такое себе. Так. Обычные кирпичи. Мне вообще ужасно. Ладно, давайте возьмем еловые доски. Сейчас, так вот, хыть. Давайте подберем их. Беритесь. И вот так вот. Не знаю, ребят, честно, из какого блока. Мне, честно, понравилось вот так вот. Ну, давайте попробуем. Здесь так заполним. Так. И как это будет смотреться? Хотя давайте пока не будем эти стены трогать. Пока что давайте подождем. Сначала нам нужно сделать потолок, чтобы он, как бы, комбинировал у нас с полом. И потолок у нас будет следующим образом. Я хотел бы сделать вот здесь вот такие вот, так же из дуба, штучки. Вот так вот, да. А так же здесь, по краям, будут такие вот штучки из дуба. Вот. Так. Хорошо, хорошо у нас реально, ребят, получается. Так. Так же хочу сделать из светлого серой шерсти вот такие вот. О, господи. Вот такие вот вставочки. Так. Вот так. Хоть-хоть-хоть-хоть-хоть-хоть. Так. Так. Да, можно так даже сделать. Вот. Давайте лестницу немного продлим. Так. Так же, конечно же, нам нужно освещение какое-то. Я хочу, конечно же, использовать светящийся камень. Давайте сделаем вот так вот вот прям в стене. Не, давайте, знаешь, как сделаем. Вот так поставим его сюда. И возьмем черный стекло. Во. Да. Думаю, так подойдет в самый раз. Так вот, хоть-хоть-хоть. Отлично. И даже вот здесь можно, думаю, сделать вот так вот. Отлично будет. Так. И вот здесь мы также заменяем все. Вот так вот. Мы так все убираем. Так. Ой, шерсть еще набрал. Так. Ну и здесь давайте мы заполним пространство. Чем-чем-чем нам заполнить? Давайте еллым доском попробуем. Так, заполняем. Так, хоть-хоть-хоть-хоть. Отлично. Также, ребята, напишите в комментариях, как вам такая вот рубрика постройки отличных баз. Потому что я подумал, что это достаточно классная рубрика будет. Теперь что же я хотел бы взять? Я бы хотел, конечно же, сделать стены. Но вот даже не знаю как. Вот если вот так сделать. Слушай, ребята, давайте реально сделаем из елых досок. Вроде нормально смотрится. Вроде смотрится нормально. Давайте сделаем из елых досок. Такие вот стенки. Так. Я люблю из-за темных дуб. Так. И тогда давайте, знаете, для красоты. Так. Ну что-то пока что здесь мне не очень нравится, как обстоит диван. Так. Давайте мы как-то покрасивее это все оформим. Потому что, ну что-то... Или даже так оставим. Слушайте, ребята, так действительно хорошо получилось. Смотрите, вот здесь такие вставки будут. И типа здесь такая вот панель будет из шерсти эти. Слушайте, реально красиво получается. Здесь мы так же все заполняем пространство непосредственно темным дубом. Вот так вот. Отлично. Так. Здесь так же заполняем. Так. Хорошо, ребят. Хорошо получается. Так. Здесь так же так все заполняем. Так. Вот так. Хоть-хоть-хоть-хоть-хоть-хоть-хоть. Так. И если все, ребят, естественно, хорошо получается. Так, это мы все, конечно же, уберем. Так, поставим сюда эту тупу. Так вот. Отлично. А, здесь у нас будет обычная лестница идти. Вот. Во, ребят. Смотрите, как у нас база получилась. Просто офигенно. Так. Теперь мы будем ее, конечно же, обустраивать. Возьмем, во-первых, это, конечно же, кровать. И наше спальное место. Спальное место у нас будет, я думаю, вот здесь. Так же непосредственно с кровати должна стоять верстак и печь. Ставим. И где-то сундук. Давайте прямо вот здесь сундук поставим. Вот так вот. Или нет, нет, нет. Давайте мы сделаем хранилище вот здесь сундуков. Так. И нам нужны полублоки. Полублоки мы возьмем, пожалуй, еловые. Вот так, хоть-хыть, хоть-хыть-хыть. Да, сможем открывать. Отлично. Так. И давайте сделаем нам рабочее место. Потому что мы где-то должны работать. Также берем еловые ступеньки, думаю, да? Да, почему бы нет? Почему бы нет? Возьмем еловые ступеньки. Также возьмем вот так вот. И сделаем вот такой вот у нас столик. Такой здесь с одного угла он будет завернутый. Или с двух даже. Давайте вот с двух углов. А теперь мне понадобится один мод очень интересный. Для тех, кто хочет спросить, что это за мод, это мод DECO CRAFT. Вот так он называется. Так. И теперь я хочу взять технологии. Я хочу взять какой-либо крутой компьютер. Так вот, компьютер. Также давайте возьмем ноутбук. ПК. Нет, давайте возьмем какой-то нестандартный цвет. К примеру, красный ПК. Так, ставим сюда вот этот наш монитор с мышкой. Далее ПК. У нас сбоку будет ноутбук для работы. Также, также мы же ютуберы. Нам нужна камера. Камера у нас пусть стоит вот здесь. Вот так вот. Или давайте прямо на столе. Да, почему бы нет? Пусть стоит на столе. Далее, что бы я хотел взять? Это, конечно же... Так, это старый телефон. Нинтендо. Слушайте, давайте где-то поставим телевизор, чтобы мы могли играть. Так. Нам нужен... Так, это маленький телевизор. Нет. Медиум ТВ. И... Большой ТВ. Но это слишком много. Так, может поставить где-то здесь Медиум ТВ. И к нему Нинтендо. Попробовать. Так. Конечно, было бы круто напротив поставить. Так, а что если... Между сундуков сделать телевизор. И теперь... Вот так вот. Хыть-хыть. Хыть-хыть. Вот так вот. Здесь будет стоять так Нинтендо. Слушайте, ребят, по-моему, офигенно получилось. Посмотрите. Здесь мы можем сидеть. Играть в Нинтендо. На эту приставку. А здесь, ребят, у нас будет рабочее место. Офигенно, ребят. Слушай, давайте сейчас мы какой-то стулья красивенький. Так. Вот такой вот, к примеру. Вот так вот. Сейчас, нет, даже не так, а вот так вот. Вот. Здесь мы, короче, работаем. Играем. Также, ребят, нам нужно какое-то растение поставить. Давайте мы сейчас это сделаем. Так, дубовые листья. Так, дальше возьмем землю, конечно же. И люки. Люки возьмем. Поставим где-то вот здесь в уголку такое растение. Вот так. Хыть-хыть. Так. Здесь можно тоже поставить. Так. Отлично, ребята. Слушайте, по-моему, получилось просто офигенно. Так, давайте еще поставим что-то вот сюда. Вот, к примеру, нотный блок какой-то. Вот так вот, чтобы можно было поиграть. И... Что еще можно поставить? Давайте посмотрим, что еще можно взять. Так, еда. А, гостиная. А, гостиная. Угу. Можно попробовать поставить какой-то ночник. К примеру, красный. Вот сюда. Вот так вот. Да? По-моему, неплохо, ребят. По-моему, очень даже офигенно получилось. Так, у нас есть, интересно, ковры. Да, есть ковры. Отлично. Давайте возьмем какой-то... Чтобы не так раздражало глаза. К примеру, серый коврик. Вот так вот поселим. И, ребят, по-моему, у нас получилась офигенная подземная база. Мы ее обустроили, ребят. Это база для первой ночи в Майнкрафте, ребят. Она действительно получилась просто офигенная. И уже, кстати, как раз ночью. Можно даже пойти поспать. Просто, ребята... Ой, так-так-так-так-так. Тут не порядок. Нужно как-то это заполнить. Ага. Ага-ага. Нужно это как-то сейчас оформить вот так вот. Нет, нет, даже не так. Подождите. Да, пусть у нас будет двойной проем. Вот так вот. Чтобы нам будет здесь красивее. И, ребят, у нас получается такая база. Вот, действительно очень круто. Такая секретная база. И можно ее как-то обделать даже землей, чтобы нас никто не видел. Так, свинка пошла в мою базу уже. Пусть она там живет, ребята. Что ж, на этом все, ребят. Пишите в комментариях, как вам идея таких вот видео, где я буду строить различные постройки для первой ночи в Майнкрафте. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Итвикли. Я не прощаюсь. Говорю вам до новых встреч, друзья.